Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот и я нарвалась на кокосовый брикет ненадлежащего качества, то есть на ужасный. Когда я читала сообщения зрителей, которые писали, что вот сначала были кокосовые брикеты хорошие, а потом стали совсем плохие, я еще подумала, ну как может быть кокосовый брикет плохой, если тут указано кокосовое волокно, ну как может быть кокосовое волокно какое-то плохое или другого качества. Вот сегодня я увидела как, видите эти камень, асур. Когда я открыла очередной кокосовый брикет и начала его замачивать для приготовления грунта, я вот теперь даже не знаю как его использовать, я увидела, что как разворотила его, и внутри именно не кокосовые волокна, а какая-то как, смотрите, как будто там, где делают кокосовые брикеты из кокосовых волокон, вот весь ссор, который упал на пол, они вот так смели метелкой, просто с камнями, с ссором, с какими-то булыжниками, с палочками, и вот в кокосовые брикеты спрессовали, то есть здесь волокон нет. Я начала разбираться, что-то страшное блестящее даже попалось, короче ужас. Тут все, все отходы производства, наверное, здесь. Я когда начала разбираться, почему так, ведь один и тот же состав, то есть натуральное кокосовое волокно, субстрат вот этот не может быть разный, и тут я вот узнала такую мелочь, с которой хочу поделиться, нюанс очередной. Смотрите, наш, вот я говорила, золотая сотка Алтая, видите тут написано внизу, то маленьким шрифтом состав волокно кокосового ореха, то есть это вот действительно волокна натуральные все. А на этом написано, подождите, вот он, стопроцентный кокосовый торф, то есть тут даже не указано, что здесь кокосовые волокна, а именно кокосовый торф. Что такое кокосовый торф? Ну, скорее всего, вот это и есть, вся мелочь, весь ссор, вся пыль. Видите, тут волокна нет, просто какая-то, как вот такая. И еще хочу вам, ну как, посоветовать, если вы увидите вот такую этикетку, написано что-то как-то не по-русски, файбер фэмили, будьте осторожны и внимательны. Может быть, у них есть разновидность другая, где написано стопроцентное кокосовое волокно, но если вот такой попадется кокосовый торф, то ожидайте, что кокосовых волокон здесь не будет. И не получится даже при заливании, при запаривании тот прекрасный вот такой вот субстрат, который воздухопроницаемый, такой из волокон, который прекрасный разрыхлитель. Этот может быть тоже разрыхлитель, но это совсем не то, это земля и небо. Надо вот теперь ради интереса попробовать другой еще кокосовый субстрат, потому что этот наш, вот алтайский, очень прекрасный. Вот смотрите, если кому интересно, вот все, что на нем написано, Барнаул. Это не наш, конечно, город, но все равно. И самое главное, теперь новичкам нужно смотреть все-таки вот мелким-мелким шрифтом, чтобы написано было волокно кокосового ореха, если вы не хотите получить кокосовый торф в перемешку с разным мусором. Вот я его весь перемешала, вот такой вот крупенчатый. Если честно, ни разу такой не попадался. И в прошлом году мне повезло, были волокна и в этом году. Ну, скорее всего, он тоже, конечно, неплохой продукт, но после того кокосового вот, того брикета, я прям этот распарила, я разочаровалась. Мне так хотелось увидеть опять тот. Ну все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, Огородная Азбука. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а подписывайтесь на канал для того, чтобы новые видео не пропустить. Я сейчас все грунты, которые буду испытывать, я, конечно, вам буду показывать, все буду рассказывать. И вот эти мелочи, они, например, нашим начинающим огородникам очень важны. Кто-то, может быть, услышит мой совет, и кого-то он предохранит, предотвратит покупку некачественного грунта.